Это батик? Это ткань не грунтовная, но это даже и батик не поможет. Скорее всего, батик. А надейская? Посмотри, как тут орнаментально и декоративно. Это вот как каркас внутри. Так это же детки. Вот смотрите, сколько это, 10 лет. Это как я Шиллом, когда разговаривал со старшим. Он говорит, что Ван Гогард вообще не художник. Мол, у него столько ошибок там всё. Но Ван Гог не подводит. Ну, Ван Гог это обоснованное. Ну, это Ван Гог, это Ван Гог. Как обоснованное, это последователи. Тут самое главное в картине, это уравновешенность. У Ван Гога, это у него всё уравновешенное. Мне кажется, у него наоборот все картины не уравновешенные. Я посмотрю, вот везде центр тиражисты, очень грамотный. И уравновешенно, его ничего не переворачивается. То есть уравновешенность у него по композиции Ван Гога? Да, и по композиции по старшим. Мне кажется, у него не уравновешенность именно эмоциональная такая. Эмоциональный, и там и экстремизм, и напор. Да, это своё, но уравновешенность. Так это и работает. Вот я говорю, это вот Ван Гог. Луночный или это девочка? Настя, Настя, вот. Ван Гогша. Винсентка. Винсентка Ван Гогша. Я бы здесь ещё нарисовала руку, которая придерживает. Нет, это уравновешенность. Это как раз и будет неврновешенность. Чтобы он не улетел к вверху, этот шарик воздушный. Вот это вот, ты смотри, как прелесть у батик такой. Надо же, как дети сделали. Взрослые батикисты и батисты батикисты. Да вот, посмотрите, десять лет тоже вот это. Это ж вообще удивительно. Да, вот это мне очень нравится. Удивительно. А как вот такое в 12 лет рисуют, для меня вообще загадка. А вот это да. Загадка. В 12 лет так взять и нарисовать. Удивительно. С пониманием. Да в том-то и дело. В том-то и дело, потому что вот чисто...